Областная столица мало-помалу благоустраивается. Появляются новые уличные инсталляции, малые архитектурные формы, которые привлекают внимание и жителей, и гостей города. Однако не всегда к подобным объектам обеспечивается правильное отношение. Подробности у Елены Кандидатовой. Не так давно закончился ремонт на главной пешеходной улице Твери. После чего в центре города начали устанавливать различные арт-объекты, инсталляции и барельефы. Одним из новых элементов стала объемная карта города, отлитая в бронде. Этот тактильный макет — главный барельеф проекта «Лучи Твери». Здесь его установили в конце 2023 года. Здесь изображены и Спасо-Преображенский собор, и Отрич-Монастырь, и Императорский дворец. Облик города начала 20 века воссоздавали по архивным данным и сохранившимся фотографиям. Макет выполнен с высоты птичьего полета, но проектировщики решили все же добавить мелких деталей. Например, кресты на храмах. Однако почти через неделю после установки горожане заметили, что на полотне погнуты кресты на куполах. Сперва это расценилось как акт вандализма, и администрация города подала заявление в полицию. Но оказалось, что уникальный барельеф поврежден по случайности. Из-за большого количества осадков инсталляцию замело снегом. А граждане и гости города, желая взглянуть на макет, смахивали снег руками и нечаянно повредили тонкие бронзовые кресты. Тогда возникает вопрос, может быть стоит как-то защитить подобные инсталляции от случайностей. Я думаю, что это все-таки не имеет смысла, потому что любой купол, ограждение, это какие-то ограничения, это дополнительные сложности с уборкой и так далее. Я думаю, что надо просто на этапе проектирования предусматривать тот момент, чтобы избежать любого вандализма или даже случайного повреждения объектов просто на этапе проектирования. Как бы то ни было, жители города все равно с интересом подходят к бронзовому полотну, которое расположилось на пересечении бульвара Радищева и улицы Трехсвятской. Многие отмечают, что макет воспроизведен не полностью и было бы занимательно взглянуть на полномасштабный барельеф того времени. Прикольно выглядит. В принципе, интересная вещь, конечно. Да? Да, но вот нашего дома нет, потому что вот этой стороны уже нету здесь. А мы живем на параллельной улице. Сказать по макету получше. Смотреть, узнавать. Особенно детям он спрашивает. Вот мы уже почти, по-моему, 20 минут крутимся, вертимся. Он хочет, мы где, а мы где живем сейчас, вот, интересуется. После затяжного ремонта Трехсвятской улицы центр города наконец-то начал облагоустраиваться. Для жителей также оказалось примечательно, что областная столица хорошеет. Лучше, чем было, я так скажу. Сейчас вот прошло буквально пару метров по Трехе, мне прям очень понравилось. Не зря они сколько год, она у нас перекапанная стояла. Ну да, долго-долго. Да, поэтому в разы лучше. В рамках программы «Туристический код Твери» помимо бронзового макета легендарного трамвайчика появились и новые элементы на улицах города. Насыщение городской среды арт-объектами это совершенно прекрасная идея. Малая пластика делает наш город максимально разнообразной и для горожан, и для гостей города. Несомненно, это не может не радовать, ведь гораздо приятнее видеть областную столицу в хорошем состоянии. Не стоит забывать, что ко всем объектам требуется бережное отношение, ведь всё это создано для улучшения городского пространства. Продолжение следует...